Приветствую друзья, я Виталий Портников. Новый старый премьер-министр Словакии Роберт Фитца, вернувшийся к власти в результате недавних парламентских выборов в этой центральной европейской стране, призвал готовиться к возобновлению российско-словацких отношений по окончании войны с Украиной. Роберт Фитца демонстративно принял в Братиславе не только посла Соединенных Штатов, но и посла Российской Федерации, заявив, что он не будет смотреть на мир в черно-белых очках. Таким образом, глава словацкого правительства в очередной раз продемонстрировал, что его предвыборные лозунги, связанные с необходимостью улучшения отношений между Россией и Словакией и отказа от военной помощи Украине, не были просто лозунгами и словами, что это и есть та политическая программа, которую Роберт Фитца собирается осуществлять в Словакии и в Европейском Союзе, и в НАТО. И, разумеется, рассчитывает в осуществлении этой программы на поддержку своего партнера, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Кстати, весьма интересным является тот факт, что в тот день, когда премьер-министр Словакии встречался с послом Российской Федерации в своей стране, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта в Скопье провел очередную встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавром. Сиярта именно тот политик, который посещает Москву с официальными визитами все время после того, как Владимир Путин принял решение о нападении на Украину в феврале прошлого года. Никаких других руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО и Европейского Союза в последние месяцы в российскую столицу не приезжает. И я не удивлюсь, если еще одним министром иностранных дел стран Европейского Союза, которые будут посещать Москву, станет именно министр иностранных дел Словакии. Очевидно, что Братислава сейчас будет делать все возможное, чтобы ревизовать внешнеполитическую стратегию Европейского Союза по отношению к Российской Федерации. В этом есть и политический, и экономический интерес Роберта Фитца, который, по сути, совпадает в этом смысле с интересом Виктора Орбана. Возникает, конечно, самый важный вопрос. Насколько Словакия будет готова блокировать новые санкции Европейского Союза против Российской Федерации? Какой будет позиция Словакии, когда речь будет идти о европейской и евроатлантической интеграции Украины? Как известно, Виктор Орбан делал все возможное и невозможное, чтобы замедлить эту интеграцию или сделать ее невозможной, по крайней мере, на протяжении ближайшего времени, создавая таким образом дополнительные возможности для Владимира Путина в его агрессивной политике по отношению к Украине? Сама встреча словацкого премьер-министра с российским послом — это уже демонстрация того, насколько политика нового словацкого правительства будет отличаться от политики других стран, членов Европейского Союза и НАТО. И, разумеется, демонстрация того, насколько политика нового кабинета министров Словакии отличается от позиции его предшественников, которые занимали очевидную позицию относительно поддержки Украины и военной помощи этой стране в ее противостоянии Российской Федерации и агрессивным намерениям Владимира Путина. Да, конечно, ФИЦА не может изменить ситуацию, связанную с закупкой вооружений у словацких фирм, хотя бы уже потому, что это влияет на экономический баланс страны. Многие наблюдатели уже сразу после победы популистов на парламентских выборах в Словакии говорили о том, что у словацкого премьер-министра не будет такой возможности, потому что война России против Украины, можно сказать, вернула второе дыхание словацкому военно-промышленному комплексу, и его продукция оказалась необходимой для украинской армии в ее противостоянии российской агрессии. Более того, многие части вооружений, которые сейчас производятся на словацких заводах, оплачиваются западными странами, потому что речь идет как раз о том оружии, которое может быть незамедлительно применено украинской армией на поле боя. Отказываться от этих доходов не сможет ни один словацкий премьер-министр. Но многое Фицца, как мы видим, уже сделал. Остановил любую военную помощь Украине, заявил, что у слованской армии теперь нет никаких собственных возможностей для того, чтобы отправлять вооружение в украинские вооруженные силы, и вообще необходимо думать о том, чтобы прекратить войну, которая, по мнению Фицца, не приведет ни к какому результату, на который рассчитывают в западных странах. Глава словацкого правительства во время своей встречи с дипломатами говорит о том, что он совершенно убежден в неэффективности усилий западных стран в том, что касается помощи Украине, и что та тактика, которая избрана в отношении к Российской Федерации, ни в коей мере не приведет к тому, что Владимир Путин будет готов к окончанию войны против Украины. Именно из этого и исходит словацкий премьер-министр, когда говорит о том, что не хочет смотреть на мир в черно-белых очках. По мнению Роберта Фицца, стратегия Европейского Союза и Соединенных Штатов явно не работает. И когда глава правительства Словакии говорит об этом послу Российской Федерации, то понятно, что это может вызывать восторг руководителя дипломатического представительства России в Братиславе. Не знаю, насколько будет эта готовность Роберта Фицца к нормализации отношений высоко оценена в Кремле. Ведь пока что премьер-министр Словакии говорит о том, что эти отношения могут быть нормализованы по окончании Российско-Украинской войны. А никакого окончания пока что не предвидится. Владимир Путин явно настроен на многолетнюю войну на истощение Украины. И не видит даже повода для того, чтобы рассчитывать на какой-либо переговорный процесс. Для Путина война с Украиной часть его противостояния с Западом. А Словакия, как бы то ни было, часть НАТО и Европейского Союза. А вовсе не тот союзник России, который может позволить себе хорошие отношения с Москвой через голову своих западных союзников. Но ситуация может меняться. И я не удивлюсь, что через какое-то время Роберт Фицца будет говорить о том, что нормализация отношений между Москвой и Братиславой, возможно, вот уже сейчас, не дожидаясь окончания войны России с Украиной, раз эта война затянулась на такое продолжительное время. Ведь мы прекрасно понимаем, любому популисту всегда необходима та помощь, которую Европейский Союз просто не может или не хочет доказывать, особенно если речь идет о каких-то законодательных изменениях, которые заставят Брюссель наложить санкции на Братиславу. А я думаю, что подобные изменения уже в кармане у словацкого премьер-министра из Кожера окажутся на его рабочем столе. А вот Россия с ее энергоносителями – это чудесное подспорье для существования любого подобного режима. Ведь по большому счету именно цена на энергоносители, это то, что держит Виктора Орбана вблизи от Владимира Путина. Это то, что позволяет венгерскому премьер-министру рассчитывать на то, что власть его партии в стране и ее результаты на парламентских выборах всегда будут стабильными, пока есть дешевая российская энергия. И я не удивлюсь, что Роберт Фитц, зная об этом вдохновляющем премьере Виктора Орбана, хочет сейчас пойти по тому же самому пути. Потому и встречается с послом Российской Федерации, и обещает ему будущую нормализацию отношений. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, наклады в Патреоне, Байми и Кофе, которые помогают развивать эти ресурсы. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом Ютьюбе. Мир вам.